Привет, с вами Ньярл, и это каст матча по Dawn of War 2 Retribution Elite Mod на карте Outer Riches. И сегодня мы будем смотреть, как Крюфинити, который играет за Варлока, и Тенсо, который играет за Лорда Хаоса, борются за победу. И Крюфинити идёт в отряд Банши, в то время как Тенсо идёт в отряд Космодесантников Хаоса. Ещё один отряд Еретиков появляется от Тенсо. Довольно логичный выбор, учитывая, что его соперник, скорее всего, пошёл в Банши. Еретики замечательно себя чувствуют против Банши. Конечно, они от них умирают, но они умирают красиво. Они взрываются, вынуждают Банши отступить, мешают им выполнять свою основную работу. Которая заключается в нарубании этих Космодесантников Хаоса на части. И это довольно длинная игра, именно поэтому она привлекла моё внимание. Крюфинити обычно играет, по крайней мере, я его заметил, потому что он играл за Орков, но в этой игре он играет за Варлока. И Тенсо я раньше не видел, но его рейтинг тоже довольно высокий. Так что, наверное, он хорош. Итак, Крюфинити нападает Варлоком на всю армию Хаоса. Хороший Деструктор, половину здоровья выносит еретикам. И Крюфинити пока что не делает никаких новых отрядов. Он заказывает рейнджеров. Интересный выбор. Ну, конечно, рейнджеры будут легко дропать еретиков. Но достаточно ли это? Достаточно ли это? Ну, они ещё могут отталкивать. Разве что. И Лорд Хаоса с полным здоровьем, своим здоровым мечом, двигается в направлении единственного генератора Крюфинити. Интересно, пойдёт ли он во второй отряд рейнджеров. Учитывая то, что он поставил сейчас всего один генератор. И что эти рейнджеры будут делать? Это определённо очень интересный выбор от него. Хаоситы укрепились наверху пока что. Отряд стражников подходит к ним, открывает огонь. Но они пугаются ХСМ и отходят, чтобы не потерять модельки. И рейнджеры. Посмотрим, что они будут делать, когда подойдут на радиус огня. Да, Хаоситы идут на генераторы. У отряда еретиков уже есть Аспаринг Чемпион. Посмотрим, где находится вообще Банши. Банши тем временем, как ниндзи, идут перекапывать точку победы. Тенсо и, скорее всего, займутся его генераторами после этого. Еретики разбирают точку энергии. И Эльдары вынуждены отступить. Лорд Хаоса просто пришел, подошел к рейнджерам и надавал им люлей. Так, но Варлок все еще здесь. На него взрывается еретик. И сможет ли он победить против такой массы мяса. Банши получили апгрейд Аспект Силы. И они уже сломали один генератор. Посмотрим, сможет ли неапгрейженный отряд еретиков заставить Банши отступить. Тем временем, Варлок, ну, скользит на базу. Хотя бы он успел отступить вовремя. И Лорд Хаоса взял себе комби Флеймер. Хороший выбор. Классический выбор, я бы даже сказал. Крифинити заказал себе Шурикенку. И посмотрим, успеет ли она разложиться и дать залп. Почти, почти получилось у Крифинити все как задумано. Но один космодесантник Хаоса не был вовремя отброшен залпом рейнджеров. И все-таки добрался в рукопашный бой до Шурикенки. И Тенсо заказывает рапторов Хаоса. В принципе, логичный выбор против рейнджеров и против Шурикенки. Банши убегают от взрывающихся еретиков. Пока что они смогли взорвать всего один генератор, где первый отряд еретиков. Но видно, Банши вынудили его отступить. Лорд Хаоса просто подходит к Шурикенке. Все-таки он не может быть подавлен. Но учитывая урон его комби-флеймера, Шурикенке придется отступить на базу. Даже при поддержке отряда Дайя Равенджеров. Нанести достаточного урона Лорда Хаосу здесь не получится. Ну вот, подбегает Варлок. И Варлок заказывает себе безжалостный Ведьмоклинок. О, да. Теперь он сможет вытягивать энергию из рапторов, что довольно хорошая идея. Также у него есть замечательная критическая атака. Банши уже на поле боя. Они так же, как и рапторы, могут подавлять цели, на которые используют свои способности. И это очень хорошая покупка от Варлока. Получается, что эти рапторы, они будут активно. И он притягивается к этому раптору, но не наносит ему урона. И убивает отряд рапторов. Ничего себе. Варлоку очень повезло сейчас. То, что он смог добежать и сделать этот крит. Варлок получает второй уровень абсолютно заслуженно. Это было абсолютно замечательно для Крюфинити. Тенса сделал отряд рапторов и потерял его сразу же. Огромная трата влияния и энергии. В это время Варлок заказывает себе робот-чемпиона. По-моему, это варгир, который дает ему силовое поле. Но я могу ошибаться. Ну, как раз силовое поле с клинком, который позволяет ему вытягивать энергию. Отлично, оно зашло бы вместе. Да, это силовое поле. Хаослорд убегает. И теперь этот варлок превратился в машину для убийств. Конечно, еретикам не нужна энергия для того, чтобы взрываться. Но Хаослорду нужна энергия для того, чтобы стрелять из своего комби-флеймера, например. Впрочем, он это делает не так часто. Один отряд еретиков получил гранатометы и баньши. Похоже, они будут вынуждены отступить. Нет. Они воют. Вынуждают отступить отряд. Да, один отряд баньши. Вынуждает отступить два отряда Хаоситов. Тем временем, что происходит наверху? Варлок с этим своим притягивающим мувом... Ух, граната попала совсем не в цель. Варлок является звездой этого матча в данный момент. Но все три генератора в данный момент стоят у Тенса. Он переходит на второй тир. У Крюфинити тоже стоят все три генератора. Но благодаря всем этим покупкам на героя, он на второй тир еще не переходит. Ну, он ненамного отстанет от Тенса. Недостаточно, чтобы быстрый джиггернаут что-то мог изменить. Блад Крашер, то бишь, мог что-то изменить. И Крюфинити почти готов переходить на второй тир. 25. Все. Сейчас он может нажимать на кнопку. Наверху сторожники уже поставили одно силовое поле. Шрикенко распиливает потихонечку поверноду. И посмотрим, что на втором тире будет делать Тенса. Судя по тому, что у него ноль денег, он либо потратил все на пополнение отрядов, либо он уже что-то заказал. Крюфинити не нажимает на кнопку. Почему он не нажимает на кнопку? Он забыл про кнопку, неужели? Такое хорошее начало. Было бы очень жалко проиграть из-за неуспевания, из-за того, что просто забыл нажать на кнопку. Ну вот, он наконец-то нажимает на кнопку второго тира. Тенса делает отряд Бладлеттеров. Неплохой выбор. Конечно, против Бладлеттеров этот безжалостный Ведьмомеч тоже будет очень силен, потому что им нужна энергия для того, чтобы уходить в варп, энергия для того, чтобы телепортироваться. Ну, посмотрим, что варлок будет делать в той ситуации. И сейчас Эльдары... Простите. Эльдары дружно пришли харасить энергию Хаосита. Похоже, они... Они перекапывают его энергию. Какая наглость, господи. Может, они просто считают, что нанесут больше урона его приросту энергии, если декапнут эту точку, чем если сломают все генераторы. Эм, да. Они это сделали. Неужели он серьезно хочет... Да, он поставил... Он поставил одни ворота уже на левой части карты. По-моему, он собирается поставить вторые ворота где-нибудь здесь. И на полном серьезе собирается контролировать генераторы соперника. Он оставил эти три генератора в живых. Потому что он собирался их использовать. Рейнджеры с пятью здоровья убегают на базу. Судя по присутствию там блэдлеттеров, это они постарались. И блэдлеттеры... Посмотрим, что они будут делать. Посмотрим, как скоро Хаосит найдет эти врата. Нет, пока что блэдлеттеры просто разбирают поверноду на центре. И Хаосит все перекапывает. Да, ему надо бы взять свои генераторы обратно. Да, его энергия возвращается. И что же планирует делать Крюфинити? Теперь у него есть Врейслорд. Врейслорд будет замечательно себя чувствовать против, в принципе, всего, что есть на карте. Так, блэдлеттеры выходят на поле боя. Варлок начинает их распиливать. И баньши даже с апгрейдом на экзарх, они не могут против них драться. Варлок теряет здоровье. И непонятно, почему он не включает свое силовое поле. Почему он не включает свое силовое поле? Почему он не включал свое силовое поле? У него было силовое поле, он мог его включить. У него была полная мана. Но он этого не сделал. Возможно, он микрил где-то в другом месте. И поэтому забыл про своего варлока. Но это была очень большая ошибка, которая стоила ему смерти героя абсолютно бессмысленной. И Тенса заказывает дредноута Хаоса. Вместе с ракетометом... Он будет довольно хорош против этого Врейслорда. Надеюсь, Тенса не даст ему когти. Это всегда плохая идея. Ну, посмотрим. Всего лишь два Бладлеттера осталось в отряде. Но они просто упрыгивают и убегают. На Крифинити у него было много лишнего влияния. Ему пришлось потратить это влияние на то, чтобы выкупить своего варлока. Который умер абсолютно на ровном месте. Просто так. Он бы выжил, если бы только... Если бы только Крифинити использовал психический щит. Довольно много урона наносит он. И быстро вытягивает энергию при этом. У Лорда Хаоса уже не осталось ни энергии. И он потерял половину здоровья. Очень хороший айтем. Посмотрим, что же... Что же... Конечно, он заказал когти. У Драдноута заказаны когти. Интересно, каким образом он умрет. Скорее всего, прибежав к врагу на базу. Но, может быть... Может быть, произойдет чудо. И он когти будет использовать аккуратно. Граната попадает в веретиков. Убивает многих из них. И стражники отступают. Надо следить за Драдноутом. В любой момент... Тенса может нажать на кнопку. И Драдноут... Побежит. Побежит в атаку. Так. Крифинити заказывает второго в Рейс Лорда. Какая интересная у него тактика. И... Сейчас Крифинити должен увидеть, наконец... Что на поле боя находится Драдноут. Который постреливает его баньшей своими сосочными болтерами. И против... Против Драдноута Хаоса в Рейс Лорда, конечно... Один на один. Ну, даже против когтистого Драдноута Хаоса один на один он не выиграет. Ему нужна поддержка Брайт Лэнса. Просто... Если бы у него была ракетница, он мог бы, например, за ним гнаться и параллельно носить ему урон. Одновременно. Но, вот. Варлок оказывается один на один с Бладлеттерами. Вытягивает из них энергию. Все еще не включает. Вот, наконец-то он включает свой щит. И практически сразу же теряет большую часть его. Неудобная ситуация для Варлока. В Рейс Лорд... Будет ли для него куплено отряд огненных драконов? Как интересно! Нет, пока что у него одного из Врейс Лордов нет апгрейдов на... На Брайт Лэнсе. Отряд огненных драконов. Какие... Это в первый раз, когда я их вижу в игре вообще. Ну, вне своего обзора. Это ребята с мельтами. Вот, в принципе, все, что можно о них сказать. Это ребята, у которых есть мельты. И они этими мельтами пользуются. Хаосид нашел одни врата. Все-таки Крифинити не смог реализовать свои амбиции по контролю этой точки генераторов. И огненные драконы. Как бы, главный минус огненных драконов в том, что у них очень маленький радиус огня. Они вряд ли будут особенно эффективны против Дредноута Хаоса, который рукопашный. Но давайте посмотрим. Что же они смогут сделать? Брайт Лэнс был бы намного удобнее, по-моему. Но, скорее всего, Крифинити не хотелось терять свою шурикенку для получения Брайт Лэнса. Поэтому он просто сделал новый юнит. У одного в Рейс Лорда уже есть Брайт Лэнс. Зато. У второго в Рейс Лорда нет. И да, это более масштабная игра, чем мы смотрим обычно. Так. Ломают генераторы противника. И силы Эльдар заходят. Хавоком. Да, были куплены хавоки. Им была выдана ласпушка. Один в Рейс Лорд. При поддержке второго в Рейс Лорда с Брайт Лэнсом и Огненных Драконов. Рейс Лорд начинает сражаться. Дуэль один на один. У Дредноута уже не осталось. И да, Дредноут Хаоса при всем при этом теряет здоровье со скоростью похожей. По крайней мере близкой к той скорости, с которой это делает в Рейс Лорд. И в Рейс Лорд выигрывает. Прекрасно. Скорее всего он все равно сейчас погибнет от этих Бладлеттеров. Даже несмотря на то, что у них нет Хэви Миля теперь. Они все еще могут разобрать один отряд. И да, Дредноут погиб. Как обычно гибнут Дредноут Хаоса. Также погиб Варлок. И остался на поле боя. И Огненные Драконы тоже погибли. Господи, все умирает. Это одна из тех игр, когда все у всех умирает. И она долгая, потому что все у всех умирает. И ни у кого нет достаточных сил, чтобы закончить игру нормально. Не так ли? Ну ладно. Нужны такие игры. Нужны всякие игры. Так, отряд Банши ловит ядиков на отступление. Смогут ли они их добить? Похоже, что нет. Но Эльдар смог защитить свои генераторы. Они у него все еще все на месте. Это значит, что он сможет потенциально, например, перейти на третий тир. Что-то сделать с этим. Лорд Хаоса заказал себе броню Огненных Шаров. И делает еще одного Дредноута. Интересно, какой апгрейд он возьмет ему на этот раз. Хороший апгрейд или Когти? Да, хороший апгрейд. Потерей одного Дредноута видно было достаточно. И армия Эльдар. У них-то все еще стоят врата. Возможно, есть какой-то резон в том, чтобы... Ну да, минус этой ситуации для Крюфинити в том, что у него погиб Варлок. У него нет реквизиций, чтобы Варлока поднять. У него довольно высокий апкип в данный момент. То есть он получает... Ну, хотя это даже, скорее всего, проблема не в апкипе, а в том, что Хаосит перекэппал все точки влияния на карте. Кроме самой близкой к Крюфинити. Ну, в общем, Варлок и его варгир в данный момент просто лежат на полу. И в Рейслорд подходит к Дредноуту Хаоса. Да, против Рейслорда этот апгрейд не так уж и хорош. Против Рейслорда с лаской тем более. Он хорош, когда Дредноут Хаоса за кем-то гоняется. А когда Врейслорд может гоняться за Дредноутом Хаоса, этот апгрейд не так уж и замечательен. Неужели он потеряет его? Нет, к счастью, этого не произошло. Я волнуюсь за судьбу этого Дредноута, потому что я все время рекламирую апгрейд. Ракетницей, и если он окажется менее эффективным в одном и том же матче, менее эффективным, чем апгрейд на Когте, мне будет очень стыдно за то, что я всем это рекомендовал. Ну да, вот именно в данной ситуации на третьем тире делается апгрейд на Призрачную Кость в Рейслорду. Да, один на один Дредноут Хаоса в Рейслорду не разберет. Но Тенса делает плагмаринов. И это делает ситуацию уже чуть-чуть интереснее. Ему нужно сделать так, чтобы Крюфинити пытался от него убежать. Если в Рейслорд пытается от него убежать, тогда Дредноут будет себя чувствовать замечательно. Он будет бежать за ним и стрелять ракетами. И в Рейслорд умрет. Если наоборот, то тут уже ничего не получится. В Рейслорд просто развернется. У него есть апгрейд на Врейсбо. Да, на Врейсбо. Которая позволяет Врейслорду регенерировать 70 здоровья в секунду на протяжении 7 секунд. То есть автоматически чинится. Теперь его даже не надо чинить стражниками. И посмотрим. Дредноут подходит к Врейслорду. Выпускает в него несколько ракет. Еще один залп. Видите, Врейслорд в данный момент гонится за кем-то другим. Так, Блодлеттеры уходят в варп. Залп ракет по пустоте. Это подавляющие противопехотные ракеты. Они бесполезны против техники. И где находятся... Где находятся плагмарины? Неужели Варлок еще раз погибнет? Господи! Крюфинити просто не может перестать терять своего Варлока. Он потратил на него столько денег. Он просто гибнет каждый раз, когда оказывается в бою. И это варп-шторм! Ну, к сожалению, он не смог даже убить один отряд еретиков. Крюфинити, видно, уже сильно расстроен тем, как идет этот матч. Врейслорд сражается с Дредноутом, который перешел к нему в ближний бой. Но Дредноута поддерживают плагмарины. Поэтому Врейслорд все-таки, скорее всего, сейчас погибнет. Да. Да, как я и говорил, это один из тех матчей. Ну, ничего. Теперь у Тенса ситуация выглядит намного лучше. У него есть Дредноут, у него есть плагмарины. Всегда хорошая основа для армии хаоса. А у Крюфинити в данный момент есть только несколько крайне сквишовых отрядов, которыми еще надо хорошо отыграть. И которые не особо эффективны против плагмаринов. Да, что-то снайперский выстрел даже не поцарапал этого злобного плагмарина. Так, врата стоят в довольно незаметном месте. Но использование Крюфинити варлока меня очень разочаровывает в этой игре. Он... Ладно бы у него, это был просто голый варлок. Но умер и умер. Но он этого варлока закачал. Он этому варлоку выдал апгрейды. И все эти апгрейды сейчас лежат на земле абсолютно бесполезные. И Крюфинити делает Сирконсил. Интересно, как он себя покажет. Сирконсил... Это как очень... Это как более сильный отряд баньшей. Ну, просто отряд баньшей с мужскими половыми органами. Можно так сказать. Цели и слабости у них примерно одни и те же. То есть у них тот же самый тип атаки. У них, конечно же, намного больше здоровья. Но силы и слабости у них практически такие же, как у отряда баньши. Посмотрим, что Сирконсил будет делать. Ну, они, конечно, довольно сильный отряд. Довольно сильный рукопашный отряд. И против... Вот. Они готовятся прыгать на Лорда Хаоса. Они к нему притянулись. Они его окружили. Лорд Хаосов замахнул саблей. И ушел домой. Нет, он довольно посредственный. Залп огненными шарами. И Лорд Хаоса вынужден отступить. Сирконсил их вынудил. Так, посмотрим. Ну, Дредноут Хаоса, на самом деле, ему не стоит бояться. Сирконсила, потому что у них тип атаки. Сирконсил! Они просто притягивались по очереди к этому Лорду Хаоса, пока они его не убили. Да, это делает их намного полезнее отряда баньшей. И посмотрим, посмотрим, что же эти звери сделают сейчас. Ну, один из них зашел в радиус Турельки, поэтому они все оказались подавлены. Против Дредноута Сирконсил ничего особо не сделает. У них не тот тип урона, чтобы ломать технику. Ну, по ним заходит залпрокет. Он парочка из них даже попадает. Но они на всякий случай все равно подавляются. И Клюфинти посмотрим, что он дальше сделает на третьем тире. Будет ли он возвращать своего Варлока. Ну, в данный момент все перекапано, все перекапано Тенса. Это отряд Сирконсила, это всего лишь один отряд. А вот у Тенса есть и еретики, и телепортирующиеся Бладлеттеры, которые могут ходить перекапывать все. И все генераторы Клюфинити также были уничтожены. Несмотря на то, что он на третьем тире, без генераторов он себе мало что может позволить. И Тенса довольно оперативно находит эти порталы. Точнее, зачем он делает еще один портал? Если у него уже есть портал, который стоит практически здесь же. Ну, скорее всего, на всякий случай. Или для того, чтобы Тенса нашел этот портал и подумал, что больше тут порталов нет. Так, Сирконсил сражается с Блобом Хаоса. Ну, Банши убегают в портал, и Сирконсил тоже убегают в портал. Ну, теперь он знает, что здесь есть портал. И что это? Это терминаторы Хаоса! На поле боя вышли большие ребята. Мы их видим в первый раз. И они заказывают себе сразу же... Когти. Замечательно. Видите, даже такие забавные матчи, как этот, в них есть свои плюсы. Например, мы смогли посмотреть на терминаторов Хаоса с когтями. Это круто. Посмотрим, как они расправятся с Сирконсилом в следующий раз, когда они встретятся. И отряд огненных драконов. Довольно интересный выбор. Похоже, он собирался убивать... Собрался убивать дредноута Хаоса. В принципе, против такого апгрейда огненные драконы должны быть довольно полезны. Что-то происходит на центре. А, просто стражники убегают от плагмаринов. У Крюфинти даже нет перекапанной энергии. Дела у него очень-очень плохо. Очень-очень плохи. И... Сирконсил. Куда же они бегут? Просто драться с еретиками. Но они понесут немного лишнего урона. Еретики взорвались немножечко заранее. Но если бы они взорвались чуть позднее, они бы имели шансы потерять отряд. Сирконсил не шутит. Именно вот в том, что касается убийств на... Добив... В том, что касается добивания на отступлении. Как мы это уже заметили. И терминаторы Хаоса... Да, с этими Когтями Молнии... По идее... Обычных терминаторов Хаоса... Сирконсил бы контрил. Потому что... Ну... Как я и говорил, более толстый отряд баньшей. Отряд супертяжелой пехоты они бы контрили по дефолту. Но терминаторы Хаоса с Когтями Молнии... Это уже другая история. Посмотрим, что же будет делать этот отряд Огненных Драконов и Сирконсил. Сейчас все находится на их плечах. Несмотря на тяжелую ситуацию для Криффинити... По армии... По очкам победы... Оба игрока идут практически вровень. Что же тут? Один Сирконсиловец попался. Ну нет, он все-таки убежал. Маневрирует Эльдар, маневрирует. Даже когда все потеряно, Эльдар все еще может маневрировать. И перекэпывать. Самое главное. Перекэпывать и маневрировать. Лорд Хаоса дает залп Огненными Шарами. На этот раз залп получше. И... Сирконсил, как мяч для боулинга, врывается в этих еретиков. И... Огненные Драконы... Ну, они наносят какой-то урон этим юнитам. Как минимум они выглядят красиво со своими мельтами. Даже отступающие еретики несут от них неплохой урон. Но... Терминаторы Хаоса подходят все ближе и ближе. И кажется, время для них, наконец-то, показать, для чего им нужны эти когти-молнии. А, нет. К сожалению, вся армия Эльдар уже сразу же начала отступать. Может быть, они потеряют отрядик стражников на отступление. Да и то вряд ли. Да. Терминаторы Хаоса пока же себя не показали. Может, ну что и Лэндрейдер сделает. Крифинти просто заказывает еще один отряд Огненных Драконов. Похоже, это отряд, который хорошо укладывается в его экономическую ситуацию в данный момент. И Крифинти просто тянет игру. Пытается выиграть по перекэпыванию. На что, как Эльдар, он имеет полное право. И он уже очень давно не поднимал своего Варлока. Ну, признает, что не может удержать его в живых против этих Бладлеттеров. Ну и сейчас с терминаторами Хаоса на поле боя он бы умер еще быстрее. Ну, посмотрим, как эти Огненные Драконы будут себя чувствовать. Вся армия Эльдар высаживается сверху. Огненные Драконы открывают огонь по Дредноуту Хаоса. Дредноут Хаоса идет в рукопашный бой. От всех этих мельт у меня начинает лагать экран. И Дредноут Хаоса погибает. Мельты переключаются на терминаторов Хаоса. У Банши остается мало здоровья. Они убегают обратно в... Так, стоп. Это были не Банши, это был Сирконсил, которые сражались с терминаторами Хаоса. У них осталось мало здоровья. Они забрались обратно в портал. И Хаоситы, несмотря на потерю Дредноута Хаоса, эту битву выиграли. Все-таки у Эльдар нет отряда, который бы мог противостоять этим терминаторам в открытом бою. Такого отряда просто нет. И Тенса готовится... Ну, он хотел сделать предатора, но я думаю, что сейчас он сделал какой-нибудь Ландрейдер или Великого Нечистого, что-нибудь такое. Посмотрим. Еще один портал вызывается, но этот портал уже найден Хаоситами. Будет ли... Да. Прифинити высадил все, что у него было, и посмотрим, как на этот раз Сирконсил себя будет чувствовать в бою. Эльдары сражаются, мельты блестят, но они высадились ненадолго. Высадились, поблестели, посверкали, и сразу же отправились обратно. Критические атаки от Когтей Молнии, особенно жуткие вещи, творят с мягкими-мягкими эльдарами. Тенса... Он что, вызвал? А нет, это был просто графический баг. Тенса заказывает отряд еретиков. Да, все-таки он потерял отряд еретиков. А Крифинити потерял еще один отряд огненных драконов. Такие вот некрасивые вещи могут эльдары делать. Просто растягивать матч, даже когда они практически точно проиграли. Но это их святое право, как эльдар. Ну что же там... Да, великого нечистого. Жирненького. Жирненького наконец-то он делает. Господи, у меня уже так пересохла глотка. Простите. Глотнул чайку. Матч затягивается просто. Мне определенно стоило посмотреть этот реплей. Прежде чем его кастить. Но такие матчи тоже имеют ценность. Опять же, мы посмотрели на... Применение Серконсила в бою. На терминаторов хаоса. На то, как... Игроки за эльдар могут растягивать матчи, которые они уже определенно проиграли. Мы посмотрели на то, как не стоит действовать варлоком. Терять его несколько раз. И потом поставлять его лежать на земле с кучей апгрейдов. Если вы играете за хаос или эльдар, этот каст может для вас быть очень даже полезным. И образовательным. Самое главное, образовательным. Так. Войска эльдар врываются в терминаторов хаоса. Но... Быстро Серконсил теряет здоровье. Очень быстро. И сейчас... Где они? Да, они уже убегают. Где-то за три захода у них все-таки получилось нанести довольно много урона терминаторам хаоса. И неужели сейчас они наконец-то пытаются их добить? Терминаторы хаоса все еще не потеряли ни одной модели. Серконсил. Последняя... Нет, две модельки. Одна моделька. И... Очки победы у Криффинити наконец-то заканчиваются. Ох, господи. Ох, господи. Ну да, Криффинити держался до последнего. И это звук действия мельты. Ладно, надеюсь этот каст вам понравился. Заходите на... Точнее подписывайтесь на мой канал. Заходите в мою группу в Стиме. Заходите на мой сервер в Дискорде. И если вы хотите поддержать канал, в описании видео находится ссылка, по которой вы можете мне задонатить сообщения, прилагающиеся к донату. Я прочитаю либо в начале следующего каста, либо на ближайшем стриме. Стримы, опять же, у меня бывают... Они начинаются где-то с пяти до шести вечера и идут до девяти вечера. Ладно, надеюсь, это видео вам понравилось. Спасибо, что смотрели. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...